Горды пришел, горды приходят, крутой, весь одежды. Идти некуда к папе. Мужское самолюбие. Вот так вот взято, и унитаз скучно. Пришел мужчина, 26-летний, победник к папе. Папа, я больше не буду заниматься сетевым маркетингом, можно мне у тебя пожить, я кушать хочу. И у меня долг 45 долларов. Понятно кому-нибудь, что я сейчас сказал? Папа говорит, ну что? Конечно. Как за стол садиться, так братья. А у него внутри преданфартное состояние, а в горе. Мужчина едет за? У кого нет самолюбия, у них взгляно мужское, разнять руку. А оно всегда уязвлено, когда нет денег. Мужчина без денег никто. Пустое место. Женщина лапит, но мужчина без денег пустое место. Как бы ты ни кривлялся, что бы ты там ни говори, что бы ты ни трепал языком, денег нет, пошел вон. Сиди, не вякуй. И вот такой пришел. И ходит на работу. И понимаешь, он никогда не выгребится из долгов. Он никогда не женится. Ему ничего не светит. И приходит какой-то парень, встречается и говорит, слушай, Джон, тут есть одна тема сетевая. Он говорит, подойди от меня. Никогда мне больше не расскажешь. Просто разреши, я с тобой полчаса только посижу рядом, тебе просто порисую и все. Он говорит, уйди. Уйди. Но тот был настойчивый парень. Джон, я тут. Давай я рядом посаду. Но в конце концов, сел, порисовал. Всего стоит 56 долларов. Давай, попробуем еще разок. А вдруг получится. Деваться не будет. Потому что шансов никаких. И он начал. Но в этот раз он решил, что он больше никого не хочет. Он решил, что он будет работать. И он говорит, я аденизовал в гараже у отца ось. Старая раздолбанная машина. Поставил старый стол. Стек пыль. Протянул со второго этажа шнуву. Поставил туда телефон. Взял телефонный справочник. И начал звонить. Я начинал звонить в 8 утра. Заканчивал в 22. С перерывом на обед. Каждый день. Приходили пацаны и говорят, давай пойдем погулять. Я говорю, нет. Я сидел день, неделю, месяц, два, три. Я звонил. Вот как тот дядя, который сбивал. Он звонил. Через два месяца отец сказал, Джон, я не знаю, что ты там делаешь в гараже. Но если ты так будешь действовать, то обязательно добьешься успеха. Папа был мудрый. Я звонил, говорит он, по холодным контактам и рассказывал своей компании. Я избрал такую методу. Через три месяца начали подписываться. Подписывался каждый 250, с которым я говорил. Через два года он был миллионером. Братья заткнулись. Он заставил этот бизнес работать. Он заставил его работать. Каждые 250. У нас, вот у меня подписывается каждый третий. Мне стыдно говорить об этом. Я больше говорю для себя сейчас, чем для вас. Потому что я точно знаю, что можно быть уже давно тройной платит. Я точно знаю, потому что каждый третий, кому-то рассказывает, хочет. Он просто этого не делает. Что заставило этого парня действовать? Я вам отвечу. Вы уже сами помните. Его заставило действовать уязвленное самолютое. Он не мог терпеть этот позор. Он был мужчина. Мужчины в зале есть? Не поднимайте руку, я вижу. Если у вас есть самолюбие. Если вы понимаете, что вы без денег зеро, ноль. И что не иметь денег это позор. То тогда можно начать. И вся прелесть стоит. Начать можно в любой момент. Я работал в Гербалахе. Самое сильное, что там есть, это продукт. Еще самое сильное, что там есть, там есть обучение и мотивация. Потому что это тяжелейший бизнес. Который вот так нужен людям. Его мощен этот пресловутый Гербалат. А вы зайдите на склад в городе Киеве на площади Перемона. И посмотрите, какой бизнес это. И что он делает с людьми. Это тяжелейший бизнес. Я оказался просто хлипким к нам в больнике. Я ничего там не добился. Но есть люди, которые добиваются. Потому что там есть сильнейшая мотивация. Если такой человек был в царстве его небесной, его зовут Джим.